Всем привет! Мы находимся в магазине Доброди, переулок Красный, 9А, город Шостка. Это видео о том, как подключить патрон электрический. Значит, существуют разные виды патронов, но подключаются они, в принципе, практически одинаково. Рассмотрим данный патрон. Вот он имеет два контакта. На лампочку идёт ноль и фаза. Здесь уже у нас патрон подключен. От него выходят провода, которые нам нужно подключить к сети. Тут как бы всё просто. Далее существуют ещё вот такие патроны, которые в основном идут на светильники с плафонами. Значит, вот здесь он на защёлках. Сейчас нам понадобится вторая отвертка. Здесь этот патрон, значит, не на клеммниках, а на защёлках. Вот таким образом двумя плоскими отвертками мы снимаем верхушку. И сюда мы просто всовываем провод, и он фиксируется. Желательно сразу продеть через провод через эту крышку, так как в дальнейшем потом будет это проблематично. Засовываем, деваем, закручиваем. Здесь всё просто. Далее. Вот он, вот этот патрон керамический. Бывает с ухом, без уха. Вот это ухо, оно у нас предназначено, во-первых, для монтажа его на сам светильник. А также здесь идёт контакт с заземлением. Если у нас по ГОСТам, либо по каким-то причинам нужно светильник с заземлением, вот он. Патрон с заземлением. Это с третьим контактом. Единственное исключение, где бывают три провода. Ну и, собственно, вот он обычный такой патрон, тоже имеет два контакта, уже установочный. Он бывает под 45 углом, и бывает под углом 90 градусов. Также, в принципе, то же самое, вот под Е14-й цоколь. Вот у нас земля, внутри у нас два контакта. Всё то же самое. Так, ладно. Ну, собственно, давайте подключим вот этот патрон. Заземление только подключать не будем. Тоже смотрите на вот эти винты. Бывает нету резьбы, либо они окислились, вот как на этом патроне. Они уже окислились, потому что сами винты, я так понимаю, низкого качества. Далее, для наглядности, у меня просто вилочка и два провода. Значит, вставляем в отверстие провод, закручиваем его винтом. Тоже закручиваем не слишком сильно, иначе есть вероятность того, что мы передавим провод, и он отломается. Словим второй контакт. Тоже по ГОСТам, напишите в комментариях. Фаза, я так понимаю, фаза должна быть внутри. Вот этот контакт должен идти на фазу, а сам цоколь должен идти на ноль. Так как, когда мы меняем лампочку, вдруг мы дотронемся, вероятность мала, что мы туда аж вовнутрь дотронемся. Скорее всего, до цоколя. И поэтому выключатель уже разрывает фазу. Ну, это отдельная тема уже по поводу выключателя. Выключатель всегда разрывает фазу. То есть, если у нас так сделано, мы выключили свет, здесь у нас на цоколе будет минус. И нас никогда не ударит током. Ну, собственно, вот я его подключил. Землю я не подключал, так как у меня в сети ее все равно нет. Это бессмысленно. Ну, и возьмем для наглядности какую-нибудь лампочку. 150-ку обычную накала возьмем. Также у меня есть видео про диодные лампочки. Вот, третью часть никто не смотрит. А вторая часть, первая часть закрыта, вторая часть набрала полмиллиона просмотров. Поэтому, кому интересно, посмотрите. Хотелось бы, конечно, третью часть, она в шапке канала. Так как в ней я был более краток и лаконичен. Ну, вот, собственно, наш патрон работает. Здесь ничего нет сложного. Вот, кого заинтересовали уроки электрики, заходите на мой канал. У меня есть отдельный плейлист с такими роликами. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до свидания.